Деятельность спасателей Система РСЧС находится на высоком реализационном уровне, а личный состав подготовлен и способен выполнять любые задачи. На земле, в небесах, под землей, в лесу. В рамках встречи прошла церемония награждения. Грамотами и благодарственными письмами удостоили лучших сотрудников управления МЧС городского округа и других муниципалитетов области. Впрочем, награды принимали не только служащие призвания. Медаль за отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации получил восьмиклассник из Ступина Артем Шулапов. Случился пожар, и я спас семью, с сестрой, с братом. А я не думал, я сделал. Отметили и победителей областных конкурсов-смотров. Так, в номинации «Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты среди организаций Московской области» победила команда Химкинского НПО имени Лавочкина. В течение всего прошлого года очень плотно занимались гражданской обороной, готовили в частности пункты выдачи средств индивидуальной защиты. И я считаю, что эта награда нами достойна, заслужена. Разводила обучение личного состава, подготовка, его подготовка, место самого для выдачи. Само собой закупали современные средства защиты. Достигать высоких показателей в областных и муниципальных рейтингах, уверены специалисты, спасателям помогает постоянная работа и совершенствование собственных навыков. У нас практически, можно сказать, в тройку лидеров, да, как раз по системе ИДДС. И вот получил у нас руководитель курсов гражданской обороны наивысшую оценку главного управления МЧС России по Московской области. По словам заместителя главы городского округа Александра Цуканова, сегодня в Химках делают все для того, чтобы сделать жизнь в городе максимально безопасной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова